Кейн Энтертейнмент представляет Приветствую всех на моем канале, с вами Кейн и добро пожаловать на вторую серию прохождения игры ModRunner Я тут уже немножко освоился, поездил, разведал кое-что, кое-где В общем, пригнал я сюда, заправщик, я его нашел в начале первой серии, там два завичка я нашел, один ремонтный, второй заправщик Ну, ремонтным я, конечно же, отремонтировал свои машины, которые я понаходил и отправил их в гараж, чтобы там уже капитально их подлатать А заправщикам, соответственно, их заправил Но проблема в том, что, оказывается, заправщик в гараже запасы топлива не пополняет Поэтому пришлось ехать аж на топливную станцию и там пополнить, соответственно, наши запасы По пути сюда я, конечно же, пригнал вот этот вот прицеп на заправщике А, да, вспомнил, вот для чего Чтобы открыть лесопилку, нам нужно туда доставить 8 пачков дерева Рузовик перевозит 2, то есть 2-3 Чтобы перевезти до 8, нужно взять просто-напросто прицеп Ну, вернее, чтобы за один заход Поэтому я решил взять сюда прицеп и на прицепе просто перевезти сразу 6 очков, как бы, груза получается Вот для чего мне нужен был этот прицеп На грузовике я сюда доехал, то есть, пустую пластую Поэтому перевозил прицеп на бензовозе Потому что бензовоз все равно пришлось заправить топливом здесь То есть он, как бы, ехал тоже сюда, не просто так бензовоз я имею в виду Я, конечно же, не буду ехать по такой дороге уже вооруженный Потому что я 100% застряну так, что там никакая лебедка не поможет Поэтому выберем другой маршрут, более проходимый, что ли Если что, мой бензовоз проехал куда-то уже туда дальше Я разведал эту местность Я не уверен был, что я здесь проеду То есть, мне казалось, что я, как-то сказать, наберу воды, выхлопную и двигатель заглохнет И придется машину вытаскивать другой машиной Ну, раз один Урал проехал без всяких проблем То, соответственно, второй проедет тоже Конечно же, не груженный Ну, а насчет прицепа, да, он нас замедляет Но я не думаю, что, например, он так сильно нас замедлит О, кстати, а вот наш еще один рузовик И в дальнейшем вытаскиваем И в дальнейшем я планирую использовать такой лайфхак Передвигаться двумя транспортами одновременно Берем Ага, запустить Берем лебедку, прицепляем за наш Грузовой транспорт И вспомогательный, то есть бензовозом Но мы не то чтобы тащим Мы просто едем одновременно Ну, типа как за рулем второй машины Которая едет для меня Типа кто-то сидит И типа рулит Так я сейчас запутался уже куда мне ехать А, вот, смотрите, отметка Отметка в точке для разведки В принципе, знаете, как мы сделаем Сейчас, наверное, просто отцепим вот этот Проедемся, разведаем территорию И посмотрим, куда нам... Ой, повредили чуть-чуть Посмотрим, куда нам ехать в дальнейшем Потому что для того, чтобы... Растяжение получено Так, уууу... Погрузка бревен Мммм, вот куда нам надо сюда А, я не уверен, что мы... А, ну, в принципе, если по этой дороге мы поедем мы куда-то выйдем, да? А, так тут, смотрите, еще есть какая-то дорога Но вряд ли мы по этой дороге сможем проехать Хотя я хотел бы ее хотя бы исследовать Посмотреть, что там Лесопилка находится вот здесь Хрен знает, как отсюда добраются туда Ну, давайте попробуем И смелись, отлично Кстати, я там еще В глубине, ну как в глубине, не глубине Это так Недалеко, скажем так, от тех двух транспортов Нашел еще два транспорта Ну, они на карте, в принципе, отображались Возможно, их видели А вот у них вообще какая-то жесткая проходимость То есть они пройдут, наверное, по любому болоту И я вам скоро их покажу Так, я предлагаю сейчас посмотреть Как нам Ну, тут выезда нет Тут только один въезд-выезд Поэтому я предлагаю, наверное, сейчас же Развернуться Без бревен Так будет быстрее Так, ну, примерно Пусть будет так А, оу, отлично Отлично Все, мы погружены Осталось выяснить, сможем ли мы Поехать Полностью Угруженными Ага Хороший столбик Хорошо закопан В GTA San Andreas Там тоже были деревянные столбики Которые не сбивались даже танком Расход топлива с грузом, во-первых, увеличится А с прицепом еще окруженным А то он, наверное, увеличится еще больше Но поэтому я взял заправчик Для того, чтобы в случае необходимости Можно было залить топливо прямо в пути Я бы, конечно, хотел обещать вот эти грязевые ванны Потому что Тильно теряем скорости Ага Я уперся в банковом дерево Маленькие деревья можно вот так вот Завалить, поломать Большие, увы, нет Возвращаться через вот эти вот потопы Я думаю, что будет тяжело Предлагаю исследовать новый маршрут То есть где-то Секунду, а куда нам надо? Нам надо аж сюда Тут вот как бы есть, типа Типа дорога Но я не понял, как туда заехать И как на нее выехать Поэтому я планирую как-то где-то здесь вернуться А, вот Вот, вот, вот Вернуться сюда И по этой дороге, соответственно Вернуться на лесопилку Но для этого нам нужно будет проложить маршрут Чтобы выехать Чтобы выехать Отсюда, вот сюда Вот так вот Я предлагаю Придерживаться маршрута Не знаю, насколько мне это получится Так, ну тут дорога Поедем по дороге А уже с дороги Мы, наверное, куда-нибудь свернем Типа вот так вот Ну, короче, ладно Давайте не будем перейти На лишний раз на карту А, тут нормальная дорога Ну, подождите А что это за А, слушайте А может просто Не, это так Крюк будет большой Окей Я думаю, двумя грузовиками Мы точно выедем Примерно вот так вот Как я и планировал Мы едем как бы двумя грузовиками На том Нету В общем, эта штука Получается, без нее Как бы Если у меня будет стоять цистерна На грузовике Но этой штуки не будет То другие грузовики Я заправить не смогу Слушай, у тебя тут просто поле? То есть, можно просто по полю Ломиться и все Мне кажется, тут какой-то подвор Но поеду только что по дороге Там в дальнейшем Мы будем все равно пересекать поле Я надеюсь, что это будет поле А не болото Слушай, я надеюсь, что это будет поле Куча веток, которые помогут нам за лебедкой, куча чего Итак, мы проехали наш проложенный маршрут Я хочу выехать на дорогу, но как это сделать, я не знаю Следовать по этому, или может просто проехать по полю и сюда выехать Я хочу попробовать вот как-то так Хотя мы просто так тоже проедем на дорогу, но все же интереснее будет посмотреть, возможно ли пройтись как бы через центр Не наткнемся мы на какую-нибудь невидимую стену, природу А, это тоже какая-то дорога Ну, если это можно, конечно, так называть дорогой Но вот туда вот и пойдет дорога, часть дорога Колея от... и вот что-то типа А, интересно, куда это оно все ведет Ну да, то есть это прям как... Как дорога, да, типа того Ну я предлагаю продолжить наш уже запланированный маршрут О! Там вышка... Подождите, стоп А, что значит... Почему ее нету на карте? Вот это вот оно должно быть, да? Ммм... Интересно Ладно, как-нибудь съездим Посмотрим И так, я пропустил ночь, пока добирался Поскольку в темноте как-то даже мне хреново видно Я не знаю, как будут записи на видео, то есть, мне кажется, будет еще хуже Но мне само то есть, ехать даже не комфортно Я уже почти доехал, судя по карте Перемещаюсь я все так же двумя машинами Так, кстати, проще Вернее, как проще Проходимость, мне кажется, немножко выше Ну, это частное мнение, но Проходимость выше только вот таких тяжелых вооруженных машин То есть, с прицепом И... Ну, то есть, с вооруженным прицепом Сам вооруженный и вооруженный И прицеп вооруженный Машины, скажем так, Ну, базовые типа Которые доступны в начале игры Поэтому Я считаю, что они Ну, такие себе проходимости Поэтому лучше всего использовать Мой метод То есть, Осцепку двух Продолжение следует Вот Теперь мы просто Игра завершена 2 часа 30 минут Ну, неплохо исправился И еще кое-что Хочу вам показать То, что я... Так... Что здесь А, стоп-карташ крутится И я... Да И я нашел здесь еще один гараж Догнал... Догнал, как бы... Докатил вот этот вот грузовичок с... Эээ... 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 Ээээ... Эээ... Ээээ... да да отлично то есть я разблокировал еще и гараж а вернее второй гараж на этой карте также еще я хотел вам показать что у нас есть в нашем первом гараже вот такой вот уазик уазик весьма прикольный интересное даже самое дело в том что на него можно поцать поцепить вот такие вот обвесы соответственно как вы поняли это что на крыше у нас а вот вот то что на крыше дает 80 литра топлива и 200 ремонт то есть мы можем что-то отремонтировать и заправить малый прицеп дает нам 200 очков ремонта и одно очко гаража то есть если с этим прицепом придется 400 4 раза в гараж для того чтобы его освоить и соответственно колесо ну просто 60 от ремонта вот такой вот прикольный джипик я на нем пока еще не катал вот он как-то стоит так он и стоит но хотел просто показать и разблокировал я соответственно вот этот вот к 700 на него тоже можно поставить поцепить разные всякие модификации по типу но сейчас на стоит вот эта вот модификация мы можем подцепить любую другую пример также сама для того чтобы ну короче для гаража чтобы очки гаража я мог получается взять во владение себе гараж ну просто рецепт который также сама тележка типа с ремонтом то есть 600 ремонт и литров топлива это для бревен это полагаю для больших бревен потому что рецепт такой никак себе и ну просто топлив на эту сторону хочу показать наверное вот это вот ясно честно и кстати изнутри изнутри как бы ничего особо сильно не меняется как видите просто такое себе не скажем так не доработанный салон но в принципе в этой игре наверное так важно я предлагаю уже в следующей серии попробовать следующую миссию следующие этапы а на этом я полагаю закончим в общем мы всем спасибо за просмотр и подписывайтесь на мой канал пишите комментарии ставьте лайки ссылочки на игру будет в описании всем спасибо всем пока